Сейчас мы разговариваем об озеленении нашего города. У нас сейчас идет повальное кошение. Все возмущаются этим повальным кошением. И все думают, а почему это все происходит? Почему это все делается? И у нас пришла такая мысль. У нас человек хотел получить паспорт на свой дом по газонам. Ему отказали в том, что сейчас идет переделка, какая-то перестановка, потому что изменился газон, изменилось все, надо смотреть заново. И не дали ему паспорт. На следующий день, поговоря с управой, ему заявили, что вот пришла директива косить везде все. В понедельник мы узнаем, что это за директива. Мы договорились о встрече, что нам покажут эту бумагу. Так как мы уже привыкли не верить ни управе, ни жилищнику. Мы думаем, что это цепочка одной цепи, чтобы скосить все. Приезжают представители ДПОСа, видят, трава обыкновенная, все. И везде, чтобы не заморачиваться, во всех паспортах поставить как газон обыкновенный. Все. Мы считаем, что вот это все происходит. Люди, будьте осторожны. Спрашивайте документы. Спрашивайте все, что в ваших силах. Очень просто. Человек едет на своей... Если он триммером, он здесь косит, это нарушение. Да? Если он косит, даже пускай своей машинкой... Здесь уголовый газон. Нет, это все равно триммер, это уже нарушение. Триммер, да. Вот. А если он косит машинкой, то же самое. Обратите внимание, в чем они содержат бензин. Если они содержат трехлитровых ботбанков, все. Это нарушение пожарной безопасности. Это самое. Можете смело вызывать МЧС. Да? МЧС не выезжает, значит, можно вызвать полицию. Именно на эту банку. Да? В-третьих. По идее, надо спрашивать... Вот, кстати, есть такое постановление. У меня где-то записано это постановление. О том, что все вот эти приборы, электрическо-дизельные, двигательные, а у них должна быть сертификация. Вот. Где эта сертификация? Мы никто ни разу сертификацию не видели. Да? Это вот еще один маленький. В-третьих, как потом выяснилось, как мне сказала, может быть, знаешь, не знаешь, Елена Филин. Ну, это сам Елена Филин, это проспект Вернадского депутата. Вот. И она сказала, что, оказывается, на все работы по регламентам должны быть документы. Наряд заказа. Да, наряд заказа. Что вот этого никогда, нигде нету. Если мы будем все требовать именно хотя бы наряд на заказы, да, или как показал позавчерашний случай с этими черными геодезистами, да, что должен быть разрешение на доверенность, да, доверенность на вот эту вот вещь, что он имеет право пользоваться ею, вот тогда мы хоть что-то начнем делать. Так же, как и с порубочными билетами. Некоторые забывают одну маленькую вещь. Есть порубочный билет, к этому порубочному билету еще должны прилагаться еще два листа. Один лист, это я его называю реестр, это там написано деревья, какие названия деревьев, да, сколько там рубить, и что с ним делать, с этим деревом. И второй лист, это схема, где расположение этих деревьев. Да. Так вот, ошибка депиоса заключается в том, что второй и третий лист, они все перечеркнуты. Там везде от руки написаны свои деревья. Вот заметьте как-нибудь, возьмите, проверьте, и вы увидите, что второй и третий лист, они все с исправлениями. И нету там такого, что исправленному верить. Нету нигде. Некоторые забывают даже, что должна стоять штамп этого самого, выезда дендролога на место. На некоторых документах нет этого, и это мы уже давно прошли. Да. Но чаще всего ошибка заключается в том, что в них все перечеркнуты, перечеркнуты документы. То есть поручный лист чистый, хорошенький, милый, но в поручном листе не указано, какие деревья, номинования деревьев. Там указано количество деревьев и определенный адрес. Да. А вот в дальнейших документах это все указано. Я вас очень прошу, проверяйте тщательно документы, если вы увидели порубку. Если вы увидели какие-то, например, сейчас обрезания, санитарное обрезание листвы, тоже обратите внимание. Потому что, как там указано, что обрезание производится санитарно только при аварийности этих самых веток и при сухих ветках. Как сегодня получилось в Ленинске 85, когда там просто обрезали, потому что одному человеку мешало поставить большую машину. Все. Я больше ничего сказать не могу. Спасибо вам большое. Меня зовут Сергей Ильин. Не в быту Сергей Утричский. Я экологически занимаюсь экологией города Москвы. Спасибо большое. Кунцево. Город Кунцево. Будь свободен. Спасибо. Спасибо. Спасибо.